Девушки отдыхают Девушки отдыхают А может быть, это нам кажется? Ведь остальные игры потихонечку эволюционируют А квесты замерли на месте Следовательно, пропасть между настоящим и прошлым неуклонно растет То тут, то там появляются новые геймплейные элементы Новые механики А этот жанр каменеет все больше, как муха, упавшая в смолу Но смола превратится в драгоценный янтарь через 100 миллионов лет А квесты пытаются доказать свою самоценность здесь и сейчас В активе у Ранэвэй отличная картинка Колоритные персонажи, разнообразие ситуаций и положений Разнообразия, пожалуй, даже слишком много Чем безумнее скачки сюжета, тем сильнее видна их искусственность С одной стороны, игра движется вперед исключительно благодаря усилиям конкретного геймера А с другой, с точки зрения сюжета, игрок — пассивный наблюдатель Который даже не может случайно угрохать главных героев и получить гейм-оба Здешние шутки тоже с подвохом Прикол со шведскими сборными гробами флюхтинг в характерных плоских упаковках Скажем, не опознает только ленивый А вот понять, зачем официант взял в зубы сигару и намалевал себе гуталином оршинные фальшивые усы Способен лишь поклонник американских комедий начала прошлого века Есть подозрения, что таких немного Приятно, конечно, чувствовать себя эрудитом Но, наверное, если ты разработчик, а не геймер, увлекаться не стоит Можно промахнуться не только мимо массовой аудитории, но и мимо своей, нишевой Середина повествования вообще провисает Почти целый эпизод посвящен пересказу второй части И оправданию произошедших в ней безобразий Честное слово, лучше дыры в сюжете, чем затянутые объяснения Ну и разумеется, в конце нам открыто дают понять, что это еще не конец Только вот зная скорость, с которой выходят новые серии дорожного приключения Стоит опасаться того, что четвертая часть появится на свет Когда пропасть между современными играми и квестами Затянет в бездну последнюю кучку преданных фанатов Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...